Многие люди к употреблению алкоголя относятся очень поверхностно. И это, несмотря на то, что многие лица, употребляющие значительные дозы алкоголя, сами на себе ощутили утренние последствия вчерашнего употребления. Алкогольная зависимость относится к хронической патологии, проявляющейся характерным для этой болезни синдрома комплекса. Да и все, в общем-то, хронические болезни имеют характерную для них симптоматику развития и течения. Но не все люди, не посвященные медицину, могут отличить острую патологию от хронической. С острыми заболеваниями, я думаю, все понятно. Это какое-либо возникшее ухудшение здоровым человеком. Оно проявляется очень быстро, в течение нескольких секунд, минут, часов или даже дней. И при адекватном лечебном процессе оно точно так же проходит. И человек выздоравливает полностью. Но если такую острую болезнь не лечить, она может со временем перейти в подострую и затем в хроническую. Болезни, симптомы которых возникают с определенной последовательностью и проявляются болезненными повторяющимися состояниями, можно отнести к разряду хронических. И для хронических заболеваний, кроме всего прочего, можно отнести периодическое рецидивирование этой болезни. Это повторяющееся проявление той же симптоматики, которая наблюдалась в прошлый раз обострения. Ну и как вы понимаете, алкогольная зависимость относится к хронической патологии. И при каждом следующем алкогольном эксцессе человек испытывает те же самые болезненные состояния, как и в прошлые разы. И при алкогольной зависимости возникновение рецидива может быть спровоцировано многими различными факторами, как внешними, так и индивидуальными. Но часто рецидивы при алкоголизме возникают при несоблюдении пациентам рекомендаций врача-нарколога и игнорировании профилактических этапов лечения и реабилитации. Посмотрите наш коротенький сюжет. Был звонок от одной пациента, ну, жены пациента. И вот она говорит, в чем же проблема? Вот он длительное время не пил, но весь срок не выдержал и возобновил употребление алкоголя. А мы говорим, вот смотрите, вот черным по белому написано, и когда мы выдаем вот это пиво, и даже квас, мы категорически не разрешаем. Лекарство купил. Нет, лекарство, любое лекарство, которое есть, спиртосодержащее, есть в таблетке. Сейчас нету, как правило, несильнодействующие препараты. Палельянка, пустырник, ну, корвалол, и корвалол. Есть таблетка. То есть, их всегда можно заменить. И даже есть вот там, урологические некоторые препараты, которые там, экстракт масла хвои, там используются, пихты. Вот, прекрасные тоже препараты. Больше того, раньше их не было, сейчас уже появились в таблетировании то же самое. Хочу акцентировать ваше внимание. Во время лечебного процесса все вопросы, касающиеся дальнейшей трезвости и периода реабилитации, обсуждаются с пациентом и его родственниками. И всем абсолютно выдаются подробные рекомендации в письменном виде. Соблюдение этих рекомендаций способствует продлению периода трезвости и уберегает от возникновения рецидивов. Никто не может переделать человека, если он сам этого не захочет. Ваша мысль и полна здравого смысла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин